Электричество Электричество Основа колоссального роста производительности труда Без электричества немыслимое развитие сельского хозяйства Увеличение производства продуктов питания По электрифицированным стальным магистралям нашей страны С большой скоростью мчатся товарные и пассажирские поезда Электричество освещает дома городов И деревень Электричество питает мозг электронно-вычислительных машин Помогает крепить оборону нашей Родины Благодаря электричеству человек проник в таинственный мир атома Благодаря электричеству советские люди осуществляют полеты в космос Молодой советской республике достались наследство царизм электростанций Вырабатывавшие около двух миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год Это меньше, чем теперь вырабатывают наши станции за два дня Станции, обладая малой мощностью, имели и небольшой радиост действия 1920 год Шла гражданская война Но мы с Ленин уже были сосредоточены на проблемах переустройства всей экономики страны на новый социалистический лад По указанию Владимира Ильича Ленина был составлен государственный план электрификации России Который являлся единым народно-хозяйственным планом развития экономики страны Выступая на 8-м Всероссийском съезде Советов Ленин сказал о плане Гойл-Ро Это есть вторая программа партии Это великий хозяйственный план Коммунизм Это есть советская власть Плюс электрификация всей страны По плану Гойл-Ро предстояло в течение 10-15 лет построить 30 крупных электростанций Которые должны были дать стране в 4,5 раза больше энергии, чем все электростанции дореволюционной России Гораздо более мощные, чем старые, эти станции имели и больший радиус действия Это давало возможность строить станции вдали от промышленных центров Тепловые станции, поблизости от месторождений торпа, угля, исландца, а гидростанции на реках Первенец гидроэнергетики страны Волховская электростанция Шатурская тепловая электростанция Каширская станция Выработка электрической энергии увеличилась с каждым годом И это открывало перед молодой советской республикой широкие перспективы экономического развития Восстанавливались и реконструировались старые фабрики и заводы Возникали новые крупные промышленные предприятия Металлургические, химические, машиностроительные В конце 20-х годов у днепровских порогов началось строительство самой крупной в Европе гидроэлектростанции Это были незабываемые годы первой пятилетки О которых нельзя говорить без гордости и волнения Было очень трудно Но несмотря на все трудности, плотина росла И гигант советской гидроэнергетики Днепрогез в 1932 году вступил в строй Разделить радость строителей приехали всесоюзный старосток Михаил Иванович Калинин И нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзин Это был большой всенародный праздник В узком дне прогресса был досрочно выполнен план Гойлбро Началось создание районных энергетических систем С помощью высокобольтных линий электропередач электростанции одного района связывались друг с другом в кольцо Производство электроэнергии на всех станциях, объединенных в кольцо и передачи ее потребителям регулировались из одного центра В энергосистеме выработка энергии рационально распределяется между тепловыми и гидростанциями Гидростанции быстро включаются и легко изменяют мощность Колебания в потреблении энергии, так называемые пики нагрузки, они принимают на себя А тепловые электростанции работают круглые сутки равномерно и значит экономичны Кроме того, если какой-либо агрегат на тепловой электростанции выйдет из строя Его немедленно заменит резервный агрегат гидростанции, входящий в энергосистему Работа гидростанции и тепловых электростанций в энергосистеме хорошо сочетается и в различные сезоны года Весной и летом, когда реки полноводны, гидростанции увеличивают выработку энергии Тепловые же станции в этот период могут работать с меньшей нагрузкой и, следовательно, экономить топливо Зато осенью и зимой, когда гидростанции снижают выработку энергии, тепловые станции берут на себя полную нагрузку Руководят работой районные энергосистемы диспетчерские службы В послевоенные годы они были оборудованы автоматическими и телемеханическими устройствами Которые позволяют четко и быстро управлять агрегатами, находящимися иногда диспетчера за сотни километров Это способствовало созданию еще более крупных энергетических объединений, что дало народному хозяйству большие экономические выгоды В 50-х годах было создано крупное центральное энергетическое объединение Затем возникло Уральское объединение Третье крупное объединение Южное Чтобы усилить темп электрификации, страна стала строить крупные электростанции, производящие самую дешевую электроэнергию Устанавливались турбогенераторы мощностью по 150 тысяч киловатт Один такой агрегат почти равен мощности целой шатурской игры В 1955 году была построена Каховская электростанция с огромной ирригационной системой Это позволило оросить около трех миллионов гектаров засушливых земель на юге Украины Каждая электростанция вызывает в жизни новые электролитические города Новая Каховка Кременчугская гидростанция Сторожена в среднем течении Днепра Это станция открытого типа Только металлические колпаки защищают агрегаты от непогоды Возведение гидростанции на Днепре позволит создать сквозной глубоководный путь от Черного до Балтийского моря Который будет в три раза короче пути вокруг Европы через Гибралтан Волга В своем полноводном неторопливом потоке несет она колоссальные запасы днепра Еще до войны в верховьях Волги одна за другой вошли в строй гидростанции Иванковская Угличская Рыбинская Это были первые ступени Волгского каскада После войны была построена Горьковская герба Началось сооружение остальных станций В среднем течении Волги в районе Куйбышева в 1959 году Было закончено строительство самой мощной в мире в Волгской гидростанции имени Ленин Мощностью 2 миллиона 300 тысяч километров 20 таких турбин установлено на этой станции Их приводит в движение неутомимое сружение Волга Началось строительство ВЕС при Саратове Затем еще несколько сот километров И путь в воде преграждает Волгское гидростанции имени 22 съезда КПСС Ее мощность более 2,5 миллионов киловатт Волжский каскад гидростанций будет давать свыше 50 миллиардов киловатт-часов энергии в год Появится возможность решать комплексные задачи невиданного масштаба В числе обводнения за Волжье и Астраханских степей Сооружение новых гидростанций позволило приступить к передаче электроэнергии в центр страны и на Урал по гигантским электрическим магистралям, которые протянулись на тысячи километров Впервые в мировой практике электроэнергия транспортируется при напряжении 500 тысяч вольт Центральное объединение Южное Южное И Уральское Соединенные новыми линиями электропередач Заложили основу в единой энергетической системе европейской части Советского Союза Отсюда осуществляется управление этой мощной энергосистемой Телеизмерительные устройства передают сюда сведения о качестве, напряжении и частоте тока в различных звеньях энергосистемы Мощные потоки электроэнергии перебрасывают дежурные диспетчеры из одной части страны в другую в зависимости от смены дня ночью Линии передач штагнули и через границы, связав энергосистемы Советского Союза с энергосистемами братских социалистических стран Польши Румынии Чехословакии Венгрии Германские демократические республики, Болгарии Образована единая энергосистема МИР Управление ею осуществляется из расположенного в Праге центрального диспетчерского пункта Этой партии говорит Электрификация, являющаяся стержнем строительства экономики коммунистического общества, играет ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства, в осуществлении всего современного технического прогресса Поэтому необходимо обеспечить опережающие темпы производства электроэнергии Этой цели служит строительство тепловых электростанций, расположенных поблизости от богатых природных запасов топлива Сооружение таких станций обходится значительно дешевле гидростанций, а сроки ввода их в эксплуатацию намного короче Вблизи сибирского села Назарова возведена электростанция, которая работает на каменном угле, залегающем у самой поверхности земли На эстонских сланцах работает новая прибалтийская гресса В очень короткие сроки строилась мощная старо-бешевская гресса в Донбассе Как и многие другие, она сооружалась из сборных железобетонных конструкций Индустриальными методами строилась и тепловая станция в Азербайджане Ее называют станцией заводского изготовления Одновременно сюда прокладывался путь к природному газу Карадахского месторождения Новую станцию будет питать газ, самое дешевое и экономичное топливо Какой будет эта электростанция открытого тела? От дождя ее оборудования прикроют лишь легкие шатры и толпы Успехи нашей науки создали широкие перспективы для электростанций на атомном горючем Строительная площадка Нововоронежской атомной электростанции выглядит совсем обычной Весь мирный кушенец будут клокотать могущественные силы атома Впереди нас ждет и электричество, рожденное энергией солнечных лучей Примерно так будет выглядеть на юге страны солнечная электростанция на полупроводниках Гидроресурсы – могучий источник электрометрии На горной реке Вахш в Передней Азии окружается цепь гидростанции Вахшской посадки Основной станцией Вахшского каскада будет Нурехская ГЭС Самая крупная в мире гидростанция в горах На месте ее построить предстоит переместить 50 миллионов кубометров грунта и камня Плотина высотой 300 метров будет одной из самых высоких в мире Нурехская ГЭС – главное звено Единой Средней Азиатской энергосистемы Будет сформирована к концу семи лет На базе ее энергии здесь возникнут новые социалистические города Бурно развернется промышленное строительство Необъятные просторы Сибири Электричество поможет использовать несметные сокровища ее нет Золото, алмазы, уголь, редкие металлы Призовет к жизни десятки предприятий Химических, машиностроительных, прессоперерабатывающих Программа партии поставила задачу создания в Сибири мощных энергетических систем И эта задача выполняется На берегах Ангары Советские люди воздвигают один из гигантов сибирской энергетики Братскую ГЭС Уже теперь Братская ГЭС – самая крупная станция мира Огромные масштабы ее сооружения Сто метровая высота плотины Под стать ее проектной мощностью Четыре с половиной миллиона киловатт Здесь все необычайно велико И железобетонные детали И крюк подъемного крана И бадья на 20 тонн бетонного раствора Великое сражение развернулось в день, когда строители Братской ГЭС Перекрыли буйную ангару Гигантская, еще более мощная гидростанция Сооружается на суровых берегах Енисея Тысячи людей приехали сюда строить Красноярскую ГЭС Перекрытие Енисея – это невиданный в истории поединок человека со стихией И покорился Енисей в поле и силе народов, народов созидателя и борца В машинном зале Красноярской ГЭС будут работать гидроагрегаты из стволины Каждые полмиллиона киловатт Один такой агрегат даст почти столько же электроэнергии, сколько весь Днепрогерс В ближайшие годы, когда электрические линии свяжут Назаровскую ГЭС, Братскую, Красноярскую и другие электростанции Будет создана крупнейшая энергетическая система центральной Сибири Пройдет еще несколько лет, и линии сверхвысокого напряжения постоянного тока соединят Сибирь с европейской частью страны Они будут передавать более 8 миллионов киловатт на расстояние 2500 километров при напряжении в миллион 400 тысяч вольт Проблема передачи дешевой сибирской энергии в центральную часть страны будет решена И начнется создание единой энергосистемы Советского Союза Настанет день, когда с единой энергосистемой Советского Союза соединятся энергосистемы Прибалтики, Средней Азии И Кавказ Здесь будет немало тепловых станций Но основа кавказской энергетики Каскады гидростанций на горных реках Затем наступит очередь электрической магистрали, которая протянется от центральной Сибири на дальний восток по бережью Тихого океана Когда на берегах Лены встанет среднеленская гидростанция с мощностью 5 миллионов киловатт Ее энергия тоже вольется в великую энергосистему А когда будет сооружен Нижний Ленский Исполин гидростанция 20 миллионов киловатт И она подключится к единой энергосистеме Советского Союза Вся страна наша станет воистину электрической В последнем году 7 лет будет выработано 500-520 миллиардов киловатт-часов электроэнергии Через 5 лет 900 миллиардов 1 триллион А еще через 10 лет 2 триллиона 700 миллиардов 3 триллиона киловатт-часов Вот так будет расти выработка электроэнергии в Советском Союзе Так опережающие темпы производства электроэнергии Стали залогом построения материально-технической базы коммунизма Море огней озарит нашу советскую землю Великие идеи Лены и его гениальный план электрификации страны План строительства коммунизма притворяются в жизнь героическим трудом советского народа Продолжение следует... Встреча с Центральной Косвещерой Встреча с Центральной Косвещерой